привет мои хорошие записываю второй раз и сейчас тему наверняка будет меняться ну не получилось у меня первый раз что-то наболтала это вообще надо знаете тогда мне сказала на суша она снимай болталку это будет для тебя самое удобное опять на и розетки ребят ну их некуда девать эти розетки а если идти в комнату в другую там часы в общем а в другой комнате даже сесть собственно говоря нечего там кровать стоит вот поэтому давайте пока здесь пообщаемся ладно я потом я чем-то решила она вот жара стоит вообще ребят неимоверная я вот с работы пришла 2 2 кружку уже пью кофе переснимать больше точно не буду потому что хватит хватит я устала но это знаете тут когда вот интервал идет в видео но всегда все потом идет в кость да в гриву ребят кость да в гриву она еще не день был тоже не очень где-то недели назад сперли у меня ведро я с этим ведром сегодня возмущался вообще и так до сих пор не вернули но и не я приблизительно знаю кто это мне уже уводили его потому что я тогда говорю где мое ведро а это наверное год взял дворник ну двор который подметает я бы зачем взял год метлу замачивать я бы когда это летчик взлетит я пусть возвращает ведро моего при том же ребята ведро это вообще вот видите второй раз не мои все равно в возмущении ведро то ну как вам сказать она даже не ведро это вот так как бадья из под майонеза с ручкой я специально ее нашла для того чтобы они мне не сперли они сперли и как понять взял взял от когда человек попросил можно ли взять это спер вообще просто с этими мужчинами вообще никаких сил у меня на работе один тоже тогда только все убрала раковину помыла ребят мой уже этой как его доместо смышь хлорка блин больная а вот доместо спималюк все это намазываю оставляя на три минуточки чтобы дезинфекция была чтобы было все чистенько все это потом смываю и тряпочкой натираю они меня унитаз прости господи вместе с раками как офицерские сапоги понимаете блестят а он не взял все уделал все уделал что-то там сажал вот свою помыл все мне в раковину вылил чистую а вот и натоптал естественно своими ботинками я один раз промолчал думала думаю помою но елки-пал когда ты приходишь в кристально чистое помещение неужели ты кня не видишь что-то после себя оставил всю грязь ну там нас охранники ездишь на соседе кто следил вот когда второй раз это был суд что-то следил да там это там ходил там это туда-то суда-то а вот я ладно хожу к нему я пойдем открываем дверь я вну посмотри я внутрь как вот тебе приятно ягу ягу я же делаю для вас чтобы вы приходили в чистое помещение чтобы у вас все было нормально я бы если бы я для людей не делал я бы сделал бы кое-как а то знаете тоже тут один случай тоже есть имеет место быть помыл руки и на кафель а потом ботиночками прошелся я помню дважды один раз мой город грязь а второй сухой ну почти сухой тряпкой я все убираю и они получается если я вижу что меня радует это мои глаза все и это помещение оставляю в покое но когда я прихожу они не все растоптали при должности я на всякий случай швабру оставляю оставляю веревочную швабру думаю мало ли у людей проснется совесть и они подотрут как же нет не подтирают один раз тогда она и сказала ягу она ой можно я пройду там его пройди я пройди я как только мою вы все начинаете ходить я пройди ну так че мне но я уж так с ну я с юмором потому что ну она хорошая женщина мне она нравится да не все хорошие на вот просто недопонимают они меня злая сегодня я с этим бедром а вот и они короче вот я она единственная она у я там сходил я все вытрек какая вытерла и у какая же ты молодец я одна ты обо мне заботишься она пошла такая счастливая вот а так я говорю вот ну это что это такое взял натоптал а он такой мне говорит ну я вот там читала он такой говорит давайте я уберусь я бы я уберусь но следующий раз я выйти просто прошу чисто по-человечески просто затри это все тряпкой я же и все это как вымываю они 6 швабры все чистое вообще я не знаю просто обидно ведь стараешься дышишь этой хлоркой ты хлорированной это этим я уже стал маску носить они это что боишься коронавируса не это я не то что боюсь там это касается моей семьи там можно просто как бы побеспокоиться правильно своих лист а вот потому что у меня сохнет рот я сначала не поняла я думал что у меня сахарный диабет думала а вот я думаю что же у меня сушит так рот ну прям пить вот хочется особенно и ночью и с ран утром прямо аж печет а вот сдала на сахар нет не подтвердился я вот думаю что то может что то другое и когда вот эта корона появилась маски то все стали носить практически вот я тоже одел маску и смотрю у меня за месяц за месяц у меня вся эта сухость она прошла просто вот эта хлорка белизна доместос пималюкс ребят разделяет нас а вот пималюкс это же все вредно понимаете и они мне еще вот пожалуйста разные грязь носит раньше уборщицы везде боялись ключи директора как швабры замахнется мам ты не горюй сейчас ну он типа как же они там низший социальный класс статус вот какой социальный статус у нас есть вообще-то ведро и у нас есть швабра найти как можно махнуть я один раз махнула но я случайно а вот потому что я торопилась убираться благ человек был военной выправки он успел отскочить а так это бы меня бошка бы разбила я вну души меня извини а я как-то задом стоит ну то есть это стоял и быстро убирался он тут как-то подошел что-то спросите я как-то резко ну то есть не хотела я и вот но он принципе не травмирован остался слава богу вот так вот а то уборщицы уборщица это сила когда мама горшок приносила не ну меня дело в том что у меня вынуждена ситуация работать уборщица но если душ стала я работать тупо будь добра это все полюбить потому что если ты все это не полюбишь ты не сможешь нормально убираться так что мы как мне тогда говорит это как-то те годная нравится убираться смотрит это все убираешь убираешь тут туса там протираешь ягу а как еще по-другому я бы если я не буду любить я бы как же все это уберу то все это свинство то за вами не она у меня вообще коллектив так вот по себе он хороший они прислушиваются если там что-то говоришь они прислушиваются жалеет меня иногда ну когда все знают что меня нагрузили каким-то делами отмывать что-то вымывать и как я называю сарае когда там вообще никто ни разу не убирал и запускает меня и там такая пыль толстена то они понимают что я устала и они говорят отдыхай придешь завтра такие люди вот ну вот так вот мои хорошие вот так сегодня день мой начался так что ждем а что мы ждем нам-то дождь не дождь весна не весна жара не жара так что пусть будет так как господь управляет пусть то ту погоду в то что нам пошлет пусть это и будет я всех целую всем счастья всем пока